В офисе Деда Мороза дети обменивают свои рисунки на сладости. Ну и потом из этих детских рисунков делаем у нас свою выставку. Каждый год театр организовывает детский праздник с конкурсами, песнями и танцами. Интерактив между Дедушкой Морозом, Снегурочкой и еще таким персонажем, как щеночек, которого зовут Бобик. Мы играем с ними в игры, вводим хороводы. Шестилетний Максим пришел на представление впервые. Говорит, больше всего ждал встречи с Дедом Морозом. Елочка тут очень красивая. Мне понравилось представление и Дедушка Мороз. Кроме того, актеры театра ВИ подготовили для детей представление малыши Карлсон. Ставили спектакль около месяца. За кулисами всеми любимые герои репетируют последние сценки и готовятся к выходу. Я думаю, актуальная тема – это тема отцы и дети, родители, непослушание, послушание. То, как дети адаптируются в семье, допустим, как они реагируют на какие-то наказания. В главной роли, конечно же, Карлсон. Он начинает дружить с малышом и проворачивает разного рода шалости. Приземлиться быстрее, можно? Да, конечно. Спасибо. Эй, 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 эй. Эй, 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 эй. Какой непослушный, себя любит очень много. Вот. Ну, такой вот он, бесшабашный. Дети очень хорошо воспринимают и участвуют. Вот даже если с ними общаешься, они отвечают. Спектакль «Малыши Карлсон» в Театре лаборатории ВИ можно посмотреть до 10 января. Седония Ракелян, Александр Готц, ТВ5. Продолжение следует. Продолжение следует...